добрый день дорогие друзья сегодняшнему вниманию вам предлагаю сделать пейзаж пейзаж состоянии заката вот будем писать такой формат вытянутый вот значит какие мы используем для этого кисочки кисочки у нас будут для фона большая толстая белочка средняя кисточка колонок маленькая кисточка вот такая вот тоже белочка и совсем тоненькая для деталей но это кто уже там захочет что-то использовать если какие-то придумает сам детали с чего мы начинаем вот самое важное это понять конечно начала 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 у нас будет идти с фона то есть с неба вот небо-небо-небо мы будем закрывать сами оставляем немного земли но самое главное это будет небо это будет горизонт и облака ну что же поехали мочим сейчас кисточку мочим кисточку вот и первые цвета у нас с вами будут такие изумрудно холодными изумрудно холодными вот делаем это смело поскольку это этюд мы делаем это смело немножечко добавляем холодный цвет лимонного оттенка чуть-чуть и сверху вниз закрываем первый слой знаете у меня самая простая сейчас бумага вот честно проще некуда это вот просто бумага для эскизов карандашом для эскизов каких-то там по черкушкой с я не знаю фломастеров вот поэтому я вам хочу показать доказать что можно акварелью писать на любой бумаге главное чтобы это было эффектно красиво и как-то свежо вот стараемся когда вот мы идем к низу в пейзаже стараемся не грязнить свет потому что он переходит чтобы не было переходит уже более в рыжий чтобы не было зеленого цвета не казалось мы к низу берем чистый цвет чистый цвет мы стараемся делать его намного чище то есть для этого моем кисточку смешиваем желтый и такой оранжевый и вот так вот к низу у нас идет смешение цветов вот касается земли будем немножечко да мы естественно касаемся уже это аккуратно делаем нежным чтобы нам с вами не испортить работу и берем маленькую же кисточку среднюю на такую не совсем маленькую но среднюю то есть от большой который мы делали фон переходим уже в маленькую среднюю кисточку и тут уже у нас будет с вами внизу эти пейзаж пейзаж будет идти через такие знаете алло фиолетово холодные цвета алло фиолетово холодные цвета для этого смешиваем ультрамарин фиолетовый и можно немножечко взять там какого-нибудь коричневого цвета даже можно зайти в лимонный что приглушить всю эту красоту и аккуратненько делаем вот такой вот полосочку ведь у меня полосочка получилось эту полосочку мы сделали с вами потом берем кисточку вымываем кисточку вымываем вот вымываем чтобы она была сухой и аккуратненько убираем с вами красочку пока сырая бумага вот чтобы здесь нам с вами сделать какой-нибудь потом такой вот сюрпризик это может быть я не знаю домик или костерчик там для гореть огонечек может быть да все что угодно вот мы видим как раз красиво здесь растеклась потому что еще до конца не высохла красочка заката но при этом получается уже какая-то атмосферность до создается бумага смотрим высохла не высохла на самом деле она очень плохо сохнет потому что еще раз говорю это эскизная бумажечка на которой просто я ее называю знаете как походная на которой очень просто можно изображать какие-то такие вещи ну и потом вот когда еще бумага полу полусухая полусырая мы аккуратненько мы аккуратненько закрываем облачка делаем облачка чуть-чуть так нежненько уже не толстый кисточка такой средний намечаем с вами где у нас будут облака облака бегут очень красиво вот стараемся это делать найти такой трепетно аккуратно нежно и не торопитесь не торопитесь самое главное это не торопиться потому что когда мы торопимся к сожалению у нас очень много происходит таких знаете больших казусов потом которые вам самим не понравится вам будет грустно что вы поспешили работу испортили акварели нельзя спешить нужно делать все знаете так размере на то же время чтобы это было очень нежно чтобы не было много слоев это у нас сейчас с вами эскизный вариант поэтому мы с вами делаем так чуть-чуть аккуратненько видите как получается вот сразу к низу ощущение какого-то воздуха ощущение какого-то сразу пространство я вот хочу лично там находиться сейчас я это чувствую я это вижу это самое важное понимать в работе когда вы пишете акварелью здесь даже мне больше ничего и не хочется честно вот может быть где-нибудь можно перехватить сейчас взять от этой кисточки маленькую кисточку взять и сделать пару облачков пару облачков сделать где-нибудь например вот вот тут вот так нежно аккуратненько что они там вдали да что они там вдали маленькие такие лапочки лапушки такие вот они там где-то бегут так где-то бегут вот показать что там тоже что то есть до показать что там тоже что то есть вот чтобы они были все разные очень важно когда вы пишете облака они не должны быть похожи друг на друга ни в коем случае и вот не бойтесь пускай это будет подтеки эти до их можно потом просто аккуратненько вот так сухую кисточку берете пальчиком вот так умываете и аккуратненько убираете эти подтеки до чтобы вот они если вы боитесь что они оставляются у вас вот аккуратненько подтеки убираем не торопитесь главное здесь не торопиться вот после этого нас уже сразу возникает ситуация с нижним частью с нижней частью работы да мы берем опять и делаем землю пишем землю опять берем наши такие холодно теплые цвета холодно теплые цвета и аккуратненько нежно начинаем их добавлять чуть-чуть тут можно уже добавить вашу фантазию как можно больше вот не знаю там где-нибудь елочка какой-нибудь там просто вот так вот на мете да что там у нас с вами какой-то вот ну пейзаж он там есть вот и стараемся это делать соединением неба до соединением неба должно быть соединение неба поэтому например дали я бы делал какую-то холодно какую-то холодно алую до холодно алую такой вот чуть-чуть можно добавить алого цвета вот чуть-чуть вот здесь я бы вообще буду сделал бы вот такой прямо такой яркий такой цвет а вот хочется какой-то такой ярко-алого цвета и низ немного прямо знаете как какими такими акцентами коричневыми такими коричневыми какими бы такими ляпками можно их добавить самое главное не теряйте единую гармоничную гармонию до гармоничную гамму цвета потому что мы видим такой цвет приближает сразу а этот отдаляет то есть все очень просто холодный удаляем от себя горячий прибавляем тут может быть какая-то не знаю там какой-то сухой куст на перенеплане да здесь вот где земля будет у нас сами совсем где травка на перенеплане можно добавить чуть желтик чуть желтенького ведь аккуратненько обходим эту точечку аккуратненько обходим эту точечку и у нас с вами уже сразу происходит уже сразу с вами происходит передний план да ведь он уже вылез он уже немножечко вылез вот и у нас результат сразу есть у нас есть сразу взаимоотношения неба и земли вы здесь как красиво расплылось сюда и тут можно вы знаете потом сыграть как-нибудь да на этом то есть там дерево например выписать вот а можно это оставить как вот просто какой-то куст непонятный своеобразный но я бы например здесь посмотрите сделал бы какое-нибудь такое как дерево там да какой можно только чтобы оно было все-таки холодно теплая потому что это же закат вот поэтому мы аккуратненько плавно там стараемся например там можно елочку сделать да вот какую-нибудь такую старую видите как сразу появляется какая-то деталь когда в работе вот и вот мы ее где-то где-нибудь вот сюда вот мы ее ставим где-то сюда мы ее ставим и сразу происходит какой-то уже в картинке сюжет да то есть мы сразу вырастает дерево она по сырому идет посылку по все так вот течет красиво вот сухой кисточкой мы можем сами вымыть где-нибудь ствол чтобы он был виден до для нас с вами вот мы стараемся так чтобы у вас не было слишком тоже грубо да должно быть и тонко и не слишком жестко вот вот немножко добавляем детали вот здесь можно добавить да что там у нас какие-то кусты что-то такое вот вот тут здесь например какой-нибудь там тоже коряга там до что-то такое все понимаете больше не нужно вот в этой точке который я вымыл здесь в этом пункте кида вот мы можем добавить яркого цвета вокруг и вы сейчас увидите что это будет это будет просто яркое свечение это будет какой-то огонечек это будет какой-то огонечек все больше ничего не нужно мы аккуратненько вымываем и добавляем туда маленькую капелюшку желтого цвета все видите он уже загорелся потом вымываем сухой кисточкой можно даже пальчиком подразмыть все видите там какой-то костер что там какой-то огонечек вот его можно подчеркнуть каким-нибудь таким вот таким холодно горячим таким цветом до чтобы было видно что там что-то у нас происходит а там какой-то у нас с вами огонек да то есть что-то там такое происходит вот дорогие мои на этот раз мы с вами заканчиваем мы видим уже сразу образовался быстрый этюд сразу атмосфера сразу привела земля вот вы не торопитесь вы можете мое видео они спеша где-нибудь останавливать да главное это постепенная работа вы не торопитесь когда делаете акварелью потому что вода кисточка в воде краска сколько нужно это все практика вот так просто все взять нарисовать к сожалению не получится в апреле нужно знать размерность да вот сколько с чем смешивать ну дорогие мои всего хорошего вам и до новых встреч с вами был художник федор усачёв подписывайтесь на мой канал ю тубе